Ай, Марк, привет! Спасибо, что пришел меня навестить. Что тебе, рассказать, что я тут делаю? Меня зовут Настя Зуева, я художница, живу и работаю в Барселоне, и здесь я провожу ярмарки по субботам. В этом году я тихо, то есть на постоянной основе, нахожусь здесь каждую субботу, и если вы в Барселоне, то можете прийти, навести меня. Где? На Пласа Реаль. А что, я не сказала? На Пласа Реаль. Пласа Реаль – это площадь рядом с Рамблой. То есть если вы гуляете, ну почти в самом низу, да, если вы гуляете по Рамбле, то по карте посмотрите, где Пласа Реаль, и по субботам я здесь. И здесь я выставляю все, что рисовала когда-либо со своими учениками, во-первых, мои творческие работы. То, что нравится туристам, не без этого, хотя эта ярмарка не для коммерческого искусства. На всей этой ярмарке продают авторы свои работы, которые делают они сами. То есть здесь нету продавцов и нету перекупщиков. Люди занимаются творчеством и выставляют то, что они делают, в том числе и я. И если хотите, я вам покажу немножечко, что есть. Ну, в общем, как я уже сказала, я здесь продаю все вообще, что делаю. Я разукрашиваю одежду, я рисую акварели, я рисую акрилом. У меня есть моя любимая серия, которая называется Massa More Por Favor. Я ее рисую каждый раз маленькими сериями, и они разные. Когда я продаю, я их не повторяю, делаю новую серию. И у всех людей, которые покупают и увозят что-то из Барселоны на память, остаются реально уникальные вещи. Massa More Por Favor переводится как «больше любви, пожалуйста». Я считаю, это то, что сейчас вообще не хватает в Риме, в мире. Больше любви, пожалуйста. Так, тут у меня коробка совсем подряд. Когда придете, обязательно в ней поковыряйтесь. Также у меня есть офигенные кепки, которые разрисованы акрилом, но не буду ее надевать. Так вот они выглядят. Классные, тоже все разные. Когда жарко, люди с радостью их покупают, и их можно стирать, как и всю одежду, которую я делаю. Также у меня есть блокноты для рисования. Причем в каждый блокнот я рисую какую-нибудь работу, чтобы людям было приятно, и они открывали. И там такой, оп, сюрприз от художницы. И дизайн сверху тоже мой. И тоже я делаю маленькими сериями. И продаю, когда серия заканчивается, я ее не повторяю. Что еще? Моя любимая серия птичек. Она никогда не заканчивается, потому что каждый раз я дорисовываю новых птенцов. И все они очень разные, как люди. У них у всех есть свой характер. Кто-то угрюмая птичка, кто-то деловая, кто-то романтичная. И люди иногда узнают себя. Я достаточно часто рисую сову в очках, и люди приходят, «Ой, это я!» Так, в очках кругленьких. И говорят, я тоже люблю читать, и там могу книжечку подложить. Если даже я повторяю какую-то тему, то она всегда выходит по-разному. И стопроцентных копий никогда нет. Но есть какие-то очень любимые темы, которые людям нравятся, тогда да, я могу повторить. Так что птичек у меня тут много, остальных посмотрите, когда придете ко мне. А, сейчас похвастаюсь моей цветочной темой. Обожаю цветы. Нарисовала серию пионов. Марк, так видно? Марк говорит, что видно. Они разные вертикальные и горизонтальные. Можно из них делать диптихи, триптихи. Ну, это когда два или три пиона вместе на стене. Я им делаю такую подложку, просто чтобы люди понимали, как можно использовать паспорту какого цвета. И если обрамить в рамку с паспорту, то выглядит очень красиво, дорого-богато. Так что налетай и не скупись, покупай живопись. Вот это смешной рисунок. Я рисовала с детьми. Я очень люблю работать со взрослыми, но с детьми тоже очень весело. Со взрослыми почему? Ну, потому что я гедонистка, люблю получать удовольствие от жизни и наслаждаться всем. А со взрослыми я могу наслаждаться 100% так же, как наслаждаются они от моих уроков. То есть мы рисуем, я рисую, я обожаю рисовать, мы болтаем на разные темы. Я обожаю болтать, мы пьем вино, чай, едим хамон и слушаем музыку. Чего еще можно более желать, как пойти на море или в парк. Вот такие вот пиончики. Сейчас я вам покажу свою последнюю работу, которая нашумела в инстаграме и все ее хотят посмотреть в реальной жизни. Но так как это первая ярмарка, до второй она может не дожить, потому что она уж очень крутая. Это вот такое вот море с эффектом блеска воды, который сделан, нет, не акрилом, а это бумага оставленная, я знаю секреты, я знаю специальные технологии и я знаю, как делать правильную акварельную живопись. Почему правильную? Потому что в акварели рисовать гуашью – это моветон, это плохой вкус, это вообще фу-фу-фу, не делайте так. А рисовать, оставляя белое изначально, это высший пилотаж, так скажем. И, кстати, вот такие работы со мной рисуют ученики где-то уже через полгода, с нуля, абсолютно с нуля. Если вы не верите, подписывайтесь на мой канал, раз в неделю выходит видео, либо вот такая болталка, где я что-то интересное рассказываю про себя, про личную жизнь, про переезд, про искусство, про друзей, ну про все. Либо выходит видео урок по рисованию акварелью, и вы, рисуя со мной на постоянной основе, тоже сможете так. Кстати, напишите в комментариях, хотите, чтобы я сняла урок по этой работе. Если наберется более 100 комментариев, обязательно сниму. Я вам частично попоказываю, что есть, потому что я распределяю сериями, чтобы людям было легче ориентироваться. И у меня есть городские пейзажи с Барселоной, конечно же. Это очень любят туристы, но так как у нас тут не туристическая ярмарка, хотя она туристическая, вернее как, ее позиционируют как некоммерческую, как собственное искусство. То есть искусство в чистом виде. И люди, когда просят, а есть что-то про Барселону, я пытаюсь им донести, что здесь нет коммерческого искусства, здесь мое собственное искусство. Но спрос рождает предложение. И так как все-таки просят, то я рисую. Очень глупо отказываться от денег. И вот такой небольшой формат картинок. Они не открытки, потому что они более большого размера, чем открытки. Это опятый формат с темами Барселоны. Ну, это Коста Браво, это Краб, или не знаю, как его назвать, который на Барселонете. Это дверца из Сиджиса я фотографировала. Здрасте. Ола, хеллоу. Это Пласса Реаль, где мы сейчас находимся. Балконы, Саграда Фамилия. Ну, в общем, очень много работ с Барселоной, которые вы тоже можете прийти и здесь поразглядывать. Также я очень люблю котяточек. Их у меня каждый раз много разных. И так как я их продаю и не повторяю, я не знаю, какого котика вы можете тут застать. Много природы. У меня прям вот так вот, чтобы вы понимали, коробками стоят примерно с похожими ценами. Где-то открытки поменьше, с более низкими ценами где-то побольше, подороже. Есть моя любимая коробочка, которая называется Mass Amor Por Favor. Это переводится как «Больше любви, пожалуйста». Мне кажется, это то, что сейчас крайне не хватает в мире. Это любви, да? А, ну это я уже там говорила. Я два раза, два раза не повторяю, не повторяю. Не буду поднимать эту коробочку. Она очень большая. И тут у меня в основном природа и море. Но природа такая акварельная-акварельная. И в основном в этой коробочке лежит то, что мы рисуем с учениками. Поэтому если вы полистаете эту коробочку, примерно поймёте, что мы с вами будем рисовать на уроках акварели. И тут много-много-много чего. Есть ещё целая экспозиция с цветами. Они разные. Магнолии. Это сейчас цветёт, как же она называется? Орех? Нет. Миндаль. Миндаль, да. Сейчас везде по городу цветёт миндаль. Он именно вот так вот выглядит. Очень красиво. Давай я его тебе достану, покажу поближе. Это самодача его фотка, освещение, цветение. Вот. И разные стили. То есть цветочки есть вот такие графичные. Вот такие вот, как на ткани, как батик. Вот такие вот, как настоящие. Много людей приходили, пока мы снимали. Вот. Надеюсь, они вернутся, сделают кружочек и вернутся обратно покупать. А то камера многих смущает. Хорошо, что я люблю камеру, а камера любит меня. Вот такая вот нескромная художница. Ну, что я вам хочу сказать. Этим моя деятельность не заканчивается, только начинается. Я планирую написать какую-то серию творческих работ больших для того, чтобы экспонировать в галереях. Я планирую и снимаю уже для вас курсы онлайн для уроки на YouTube. У меня есть Instagram. Тоже мы расположим все ссылочки внизу. Можете подписываться. Ну, и мы гуляем, болтаем и наслаждаемся жизнью в Барселоне вместе со мной. Если вы в Барселоне, я всегда буду рада вас видеть. Пишите, маякуйте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok